это рядовки сегодня наш выпуск о дальнобойщиках причем о тех ребятах которые занимаются этим в разных странах мира я лично обожаю эту профессию и вот сейчас вот я нахожусь на такой парковки дальнобоев отстойник такой в буэнос-айресе и здесь ребята которые приезжают со всей латинской америки то есть так и выглядит все очень так по-нашему здесь вот мужичок сидит себе сам подстелил какой-то маленький коврик сам себе значит ремонтирует все а здесь вот сидят прекрасные ребята они приехали из бразилии буэнос они говорят на португальском португальский 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 у них прекрасные стульчики здесь смотри сидят себе кайфуют макарошки макарон макарон у них тут же зацените какая прикольная штукенция так называемая такая плиточка маленькая которая выезжает вот от туда из какого-то такого шкафчика которая такая типа мини кухонька ну-ка 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 подождите охренеть холодильник вау фризанты обожаю дальнобойщиков они реально умудряются сделать уют там где кажется его просто невозможным вот они разрешили ребята заглянуть мне в кабину сейчас покажу как у них тут все устроено посмотрите ухты во первых тут вкусно пахнет во вторых тут висят труселя вон они чистые надо заметить во первых sombrero обязательно потому что латиноамериканский конечно же white sombrero причем их два на разные эти хочешь таком sombrero хочешь таком sombrero едешь зависимость от настроения о коль на они зависели вот эти вот занавески чтобы солнце не палило потому что латиноамериканское солнцу ой будь здоров какое сильное крепкое сзади здесь у них классный уютный уютная спаленка ой очень прекрасно лежу себе под полотенцем под трусами благо чистыми высушенными и очень кайфую сегодня мы покажем как живут и работают дальнобойщики в других странах мира саша собынина снимала дальнобойщиков в россии также мы снимали дальнобойщиков в европе и в америке по моему очень интересная работа до сих пор у меня какой-то прям любовь к ним люди сегодня расскажу о людях которые практически всю жизнь проводят в дороге для них вот такая кабина фуры не 2 а реально первый дом для этого я проведу несколько дней в рейсах с дальнобойщиками в этой профессии практически нет романтики только сплошная ответственность за груз прицеп и за свою машину за соседей по дороге и за все штрафы по пути самое главное рассчитать свои силы и не уснуть за рулем при этом во что бы то ни стало груз должен быть доставлен вовремя это люди я саша собынина для этих ребят машина не просто способ передвижения возможно заработать прокормить семью поэтому они относятся к ним как верну помощники одновременно как дома на колесах вообще отношение к машине у них очень теплая и эмоциональная ведь и мы те кто не проводят за рулем сутки напролет тоже часто воспринимаем свою машину не как транспорт а как своего товарища но есть момент когда эмоции нужно оставить в стороне это конечно же момент покупки автомобиля в этот момент надо прям концентрироваться на фактах и именно для этой цели я уже не в первый раз рекомендую вам сервис автотек это полная база данных автомобилей с пробегами который позволит вам выявить скрытые недостатки машины и также ее плюсы но сначала отправляемся на авито здесь огромный выбор автомобилей на любой вкус и бюджет искать и выбирать просто доступны данные по году выпуска и комплектации пробег количество владельцев и участие в дтп кроме этого независимая оценка подскажет обоснована ли цена но главное не поддаться эмоциям и продолжить проверку тем более что любую машину с пробегом можно проверить в автотеке получить подробный и достоверный отчет автотека позволяет выяснить все до мельчайших подробностей например если ограничение на регистрацию автомобиля все подробные данные о штрафах как проходило то осуществлялся ли какой-то специфический ремонт плюс уточненная информация об авариях вплоть до количества участников дтп какие у них были повреждения и даже дтп оформленные по европротоколу кстати последнее это новшество автотеки за которой ребятам прям отдельное спасибо потому что найти эту информацию в каких-то других источниках очень непросто до услуги сервиса платные но представьте какого количества проблем вы сможете избежать в будущем поэтому перед покупкой авто очень разумно заказать отчет автотеки а еще раз умеет заказать его с промо-кодом люди потому что вы получите скидку 20 процентов на один отчет будьте уверены в покупке авто с автотекой по образованию лена повар она никогда не планировала садиться за руль фуры раньше мечтала о домашней жизни но все изменилось 14 лет назад когда трагически погиб ее муж дальнобойщик сгорел в загородном доме лена тогда осталась одна с двумя сыновьями и начала таксовать чтобы заработать на жизнь поначалу это была вынужденная мера а потом я поняла что это моё что я себя нашла после такси ли она пересела на газель а пару лет назад и за руль камаза эта машина компании на которой она работает страсть мужа к дороге приняла к слову не только лена после меня сын старший тоже сел за руль и сейчас младший учится в прицепе 20 тонн металла на маршрут киров петербург двое суток короткие остановки мы на заправке лена проверяет крепление прицепа и колеса кстати мы привыкли называть все здоровые грузовые машины фурами но на деле эта конструкция называется сцепкой вот это тягач передняя часть она буквально тянет за собой вторая часть называется прицепом или полуприцепом а посмотрите в каких перчатках лена проверяет огромный камаз розовые с цветочками ну да как бы мы и красимся мы вот как бы покажу сейчас и маникюрчик у нас летом лена водит босиком и мне тоже говорит разуваться перед тем как залезть в кабину честно непривычно снимать обувь в машине но таковы правила как говорит моя мама ты где я буду дома я знаю где ты дома ты мне скажи в каком городе все поехали это кабины как обжитая квартира знаете когда все по своим местам и все запасено можно несколько дней точно в магазин не выходить тут есть лежанка кровати которую елена очень аккуратно застелила покрывалом подушки вот по заднему периметру кабины все обшито фольгой это чтобы зимой было не холодно спать когда машина остывает протянутые по машине вот такие вот резиночки чтобы сушить полотенце белье чтобы вытягивать одежду если нет утюга и в целом тут елена собрала абсолютно все для комфортной жизни в дороге на лобовом стекле висят ламбрикены так водители называют шторы а на торпеде елена как на трюмо разложила мягкие игрушки у меня дома очень-очень много мягких игрушек и я вот взяла несколько штук чтобы они мне конечно не мешали а вот на той стороне стоят как бы удобно и красиво уже и другое уютненько все хорошо выглядит а на самом видном месте рядом с коробкой передач флаконы духов есть духи есть вентилятор потому что на улице сейчас очень жарко здесь у меня в баню ходить все принадлежности шампуни гели зубные пасты и тогда это и так далее и тому подобное у меня есть с собой такие электроприборы как микроволновка у меня есть собой чайник электроплита это все я держу в своих ящиках вот даже тостер есть и как я этим пользуюсь пользуюсь вот таким вот образом у меня установлены по траку обычные розетки которые вот как прям как дома и самое главное это холодильник это то что позволяет мне не питаться на тракстапах это иван он уже семь лет живет в штатах и шесть лет из них работает водителем трака так сша называют фуры сейчас у ивана погрузка он повезет из флориды в ленойс семена 1700 километров пока машина загружается ваня приготовил себе перекусить я сейчас только что себе сам нарезал салатик огурчик помидорчик огуречек сметанка подогрел плов вот такой вот обед это все лучше это намного лучше нежели питаться каждый день булочками фастфудом и прочим тут должна включиться еще песни тихий огонек моей души для полной картины потому что иван такой свой будто мы всю жизнь с ним общались посмотрите какая огромная кабина у него целая гостиная здесь и стол полноценной обеденной и два дивана есть где выпрямиться даже несколько шагов сделать бытует такое мнение ходит слушок такой как выражаются водители дальнобойщики россии которые покупают непосредственно американские траки они говорят таким образом америке в кавычках имеется ввиду грузовику можно простить все когда ты встаешь на парковку и переходишь из рабочего места вместо отдыха в спальник ваня ездит на траке volvo это его собственная машина а вот прицеп принадлежит компании на которой он работает кстати тягачи в штатах отличаются от российских и европейских смотрите трак минал volvo венал 780 и отличительная его особенность сразу давайте вам скажу от тех траков которые ездят по европе и по россии это его конечно же капотная компоновка дело в том что европейские грузовики они выглядят вот ровным счетом вот так то есть как бы капота у них нет двигатель стоит под кабиной а здесь двигатель стоит впереди что собственно добавляет два метра жизни водители дальнобойщики понимают о чем я говорю спустя несколько часов погрузка заканчивается иван включает рефрижератор ну то есть холодильник чтобы семена не испортились и выезжает на трассу в ночь трейлер работает получается горит зеленый индикатор это значит что рифер работает исправно если вдруг что-то будет с ними так вместо зеленой лампочки загорится оранжевая как говорится на данный момент сеанс лучшего психолога музыка ночь дорога тахограф это своеобразный черный ящик дальнобойщиков своеобразный бортовой компьютер он записывает сколько километров дальнобойщик прошел сколько часов работал двигатель и сколько часов он не работал это нужно для того чтобы полицейские и дорожные службы контролировали режим труда и отдыха дальнобойщика в россии регламентировано так что дальнобойщик должен ездить ехать четыре часа потом час обязательно отдыхать потом он может снова проехать четыре часа опять часть отдохнуть и при желании еще один час проехать если вот этот вот режим не соблюдается людям могут выписать штраф за нарушение этих правил первые два раза штраф а на третье лишение прав эта система нужна чтобы дальнобойщики не засыпали за рулем лена старается нормы соблюдать потому что один раз она засыпала за рулем хорошо что тогда вела легковушку а не фуру я даже не знаю как я заснула я просто я проснулась от того что я по обочине там гравий меня начал трясти и я проснулась вот и с той поры я прям вот таку по ночам спать никаких поездов если даже я в ночь выехала если я чувствую что все я сплю я ищу стоянку я ложу спать самое опасное то что во сне водитель продолжает видеть дорогу и не чувствует границ реальность потому что заснуть это две минуты там ты даже не почувствуешь что-то потому что вот ты едешь тебе видишь картина что ты едешь и все тебе снится сон что ты едешь с режимом труда и отдыха друзья здесь все очень строго в европе с этим борются штрафы очень большие за нарушение просто можно остаться без зарплаты начинаются штрафы с 100 евро заканчиваются десяти тысячами 30 тысячами все зависит от вашего нарушения если вы еще ехали на комнате магните на левом чипе то можно и все сесть вообще в тюрьму это как нефиг делать это андрей он работает водителем фура в европе уже пятый год наматывает километры в основном по центральной европе франции германии бельгии австрии сам андрей из беларуси каждый раз выезжает на работу за границу как бы андрей привозят автомобили друзья я загружен семьи бмв и нужно ехать уже в сторону выгрузки нам остается буквально 300 километров до выгрузки в порт 1333 едем в бельгию звучит согласитесь круто 7 бмв но на деле это просто большая ответственность ведь андрей как водитель отвечает за каждую машину на прицепе буквально за каждую царапину за каждый косяк вы отвечаете своим рублем как говорится потому что никто за вас платить за ущерб который вы сами нанесли не будет да есть франшиза есть страховка понятно если стоимость ущерба составляет например тысячи две три тысячи то с вас удержит там ну допустим как в нашей компании максимум могут удержать с вас 500 евро ну и плюс что там пополам делят на несколько периодов то сразу вас вас не вытянут максимум за раз можно перевести 10 машин перемещается андрей на таком тягаче тягач mercedes давайте пройдемся покажем вам поближе вмещает автовоз в себя максимум 10 машин то есть 10 мест для поставки машин по 5 машин на прицепе и на тягаче обычно андрей работает по четыре недели уезжает из дома в беларуси на целый месяц при этом по европейскому законодательству у него предусмотрены выходные еще одно из преимущества работы в европе то что вы работаете пять либо шесть дней в неделю у вас есть стабильные выходные то есть это суббота воскресенье выходной либо воскресенье выходной также есть как и запреты для движения это в летнее время касается вы тоже не можете двигаться например субботу воскресенье и водитель отдыхает водитель получает полноценный отдых 45 часов находясь в кабине к сожалению из того что мне нравится на этой работе я выделю первым делом это зарплата всем и здесь и за зарплаты как ни крути доход на автовозе составляет в среднем по евросоюзу от 100 до 130 евро все зависит от вашего опыта от вашей компании где он будет платить зарплату в общем это такая вот средняя ставка получается 9000 рублей в день по курсу на март 2023 года в среднем за 29 рабочих дней водитель автовоза зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц при этом ставка за работу фиксированная огромным преимуществом работы в европе является то что вам платят за календарный день неважно выходной это был или не выходной рабочий вам платит фиксировано календарный день нет такого что вам нужно проехать километраж вам заплатят как в россии например только километражом в прошлом году на долю автоперевозчиков выбрали очень серьезные испытания потому что даже тем кто на рынке уже давно пришлось начинать работу буквально с нуля искать новые направления перестраивать маршруты и все огромные дополнительные расходы и тут конечно как с домино по цепочке все убытки передаются дальше и тут еще встает вопрос как теперь продавать причем так чтобы и покрыть из дерзки и получить прибыль и чтобы при этом цену не завышать слишком сильно да это очень важно сегодня очень круто развиваются маркетплейс они прям сильно облегчают работу предпринимателям с ними тоже все непросто особенно если нет опыта как начать работу как найти свою нишу и продавать максимально выгодно и тут на помощь приходит . маркетплейс . маркетплейс это система сервисов которые отлично подойдет как начинающим продавцам так и тем у кого уже есть опыт но хочется увеличить долю своего присутствия сервис включает в себя необходимый набор инструментов для запуска масштабирования и управлениями продажами на популярных маркетплейсах озон wildberries яндекс маркет авито . маркетплейс поможет создать свою торговую площадку и запустить ее на одном или сразу нескольких маркетплейс а поможет обрабатывать заказы управлять остатками собирать всю необходимую аналитику и все это в едином интерфейсе кстати получить прудный доступ к сервисам аналитики на 5 дней вы сможете даже без открытия счета так будет легче попробовать его в действии и принять решение о покупке чтобы разобраться было еще проще . предлагает для начала пройти свой бесплатный курс это шесть уроков где вас ждет масса полезная информация причем не только о том как работают маркетплейсы но и в принципе о том как выстраивать весь процесс продаж начиная с подбора товаров включая закупку логистику и так далее ссылку на курс и точку маркетплейсы оставляем в описании маркетплейсов много кабинет 1 работа дальнобойщика это своеобразный буфер сложная но прибыльная кирилл работает водителем фуры в штатах самым из казахстана учился в новосибирске а пару лет назад перебрался в америку и сразу же начал работать водителем я работаю месяц в дороге неделю я нахожусь дома ну выходит в пределах там трех с половиной тысяч неделю где-то получается три с половиной тысячи долларов сейчас это 260 тысяч рублей звучит согласитесь внушительно средняя зарплата в штатах на 2022 год 218 тысяч рублей в месяц а тут это же суммы за неделю это работа не требующая вообще никаких никакого образования почему много наших соотечественников здесь просто потому что ты получил драйвер получил права драйвер-лайсенс обычные на легковую машину то есть ты можешь ее там за день получить за два и там через две-три недели ты уже можешь пойти на грузовые права учиться тебе не нужен стаж вождения год два три не нужно ничего ждать вот получил легковые сразу пошел на грузовую и устроился то есть ты допустим не было у тебя работы то есть твоя зарплата 0 0 0 за три недели ты получил грузовые права и сразу получаешь 8 10 тысяч то есть скачок 8 10 тысяч долларов в месяц да столько реально заработать на траке при этом конечно эти огромные зарплаты в штатах и в европе соотносятся и с тратами водителей по поводу того сколько я трачу на питание на каденции я скажу что это в районе 300 евро выходит можно немножко сэкономить это уже без мяса будет и где воду приходится покупать потому что так на заправках набрать воду питьевую не выходит кроме конечно как в австрии в швейцарии там самая чистая вода там можно прямо набирать воду есть специальные места где бесплатно питьевая вода есть что касается расходов на еду в среднем вот я буду говорить про себя потому что я не готовлю в строке ну ты даже если готовлю это очень редко в среднем выходят где-то от от 30 до 50 долларов в день при учете что я я человек курящий пачка мальбора стоит от 6 до 15 долларов в зависимости от штатов в среднем где-то получается покупать там по 8 по 10 пусть даже возьмем грубо 10 пачка сигарет где-то кофе газировка там водичка что-то какую-то хочется сладкого поесть а еще есть штрафы налоги и ответственность за груз за машину в каждой стране они разные но одинаково для всех водителей неприятные если тебя с перевесом на грузовой станции как бы на весовой остановят могут вообще тебе поставить на стоянку по до того момента пока тебе не разгрузят за то что люди крутят тахограф лукбук за это вообще в некоторых штатах может могут посадить в тюрьму то есть инспектор когда тебя останавливает он подключается к твоему лукбуку отправляет к себе всю информацию то есть они могут всегда посмотреть сверить твои накладные экспедиторские вот эти где ты был где-то не был все в журнале сверить если поймут что ты скрутил могут в тюрьму посадить а так но за превышение я думаю что здесь штрафы начинаются от 100 долларов и выше за превышение там на 10-15 миль вообще тоже в некоторых штатах можно в тюрьму могут в тюрьму посадить там на 20 на 30 миль сколько зарабатывают дальнобойщики в россии чистыми сколько где-то 115 это вот хороший месяц хорошие доходки и это много работы 115 это месяц 20 тысяч пробега километров 20000 километров пробега в месяц это по шестьсот шестьдесят с лишним километров в день то есть каждый день в дороге нужно провести минимум семь с половиной часов если ты едешь со скоростью 90 километров в час средняя зарплата сейчас по всей россии шестьдесят шесть с половиной тысяч рублей и зарплата дальнобойщика почти в два раза выше но и работать для этого нужно действительно много водителям платят за пройденный километраж дороги дороги месяц 33 то есть 30 дней дня дома ну да не сурово а так вот в среднем в среднем где-то тысяч восемьдесят это вот как раз вот я получается получил семьдесят девять тысяч да за крайний месяц пробега у меня было десять тысяч это лёша сын лены ради него 14 лет назад лена начала работать водителем лёша уже пятый год работает дальнобойщиком с самого детства он уезжал с папой в рейсы и другой профессии для себя никогда не рассматривал сейчас он дома как раз готовится к выезду получается прицеп неплохой только эти бока не натянуты почему почему бока не натянуты это идеально резина там по углам тертая немного на прицеп вот а так вроде неплохой на оборота не открывал ничего не смотрел так резина совсем плохая да нет там что по углам просто стёрка снаружи с этого смотри может километров 150 а так не знаю дальше дороги узнаем что там пока пару пару тысяч не проедешь не узнаешь хороший он или нет звучит так будто эта девушка яна напарник лёши она ведь почти инструктирует его перед выездом но на самом деле яна жена лёши и по образованию она юрист но как видите сможет и лёшу в рейсе подменить если что знаете яна она уже научилась разбираться в машинах она наравне с лёшей готовится к рейсу даже если она в него не едет она знает где нужно поменять шины что сломалось в машине что нужно взять с собой какой будет рейс куда как долго времени он займет буквально где он будет останавливаться и где вкусная еда на дороге она ровно так же как и лёша шарит за м5 м11 это название федеральных трасс по которым он ездит и так же примерно понимает да вот тут наверное будет ремонт дорог да вот тут наверное ты встанешь это так здорово потому что получается что профессия как будто бы одна на двоих если честно я бы тоже хотела такую жену в смысле такого человека рядом который сумел бы так же принимать мою работу при этом я не представляю как яна справляется с тем что лёши месяцами нет дома я сама над собой смеялась думаю я никого из армии не ждала как хорошо все замечательно а сейчас каждый рейс каждый месяц жду лучше бы из армии отждалась слезы мне каждый раз прошли не мри мураши говоришь нет понятное дело сейчас поедет и вот пореву и все и скучно вот ну появился кот стало веселее все таки хоть тут развлекают думаю не все время одна спустя пару часов звонок пора выезжать большая сумка с одеждой рюкзак ноутбук штук 20 игрушек пакеты с лекарствами обувью консервами подушки одеяло а еще несколько пакетов вот этот небольшой набор для переезда несем в фуру да сейчас всем расскажу жена выгнала расскажу жена выгнала переезжаю в камаз правда как будто Леша по жизни сейчас выносит из своей квартиры для того чтобы вот эту половину жизни отнести в свой второй дом в фуру полчаса и бездушная пластиковая кабина становится уютной студией на колесах у каждой вещи свое место главное понадежнее закрепить или уважить чтобы не разлетелось в дороге Яна помогает Леше обустроить кабину фуры она наравне с ним носит вещи в машину знает где лежит ванные банные принадлежности где моющие средства как должны быть расставлены игрушки и блин это так мило на самом деле потому что в тысячу километрах от дома от квартиры в Петербурге можно чувствовать себя так же уютно так же мягко и спокойно как чувствуешь себя в квартире особое внимание к игрушкам их нужно разложить так чтобы и лобовое не перекрывать и чтобы хорошее настроение создавалось но самая главная игрушка вот эти груди их связала Яна это по личному заказу а то есть это как талисман получается ну можно и так сказать а потом прощание далеко не первое такое и все равно на нерве все тебя сду домой аккуратней на дороге я вообще сама аккуратность я знаю аккуратнее меня только я два а я два нету все давай позвонишь хорошо до дома дойдешь позвонишь за окном темно и как-то промозгло молча едем на погрузку как-то немного неловко быть свидетелем прощания Леша привыкает к машине после отпуска и почему-то чаще смотрит по сторонам чем вперед вот едем мы никому не мешаем а сейчас какой-нибудь неадекватный я иногда выскочит и ждет к тебе прижиматься если он ко мне под прицеп прижмется я его снесу просто насмерть я вот перееду просто прицепом и все время свое потеряю да может не виноват но вот эти разбирательства гаишников так нет не нужно именно я считаю что мой стиль вождения полагают что у меня грубо говоря по моей вине ни одного ДТП нет 14-го года эти игрушки на торпеде сильно выбиваются из брутального образа Леши который из домашнего парня за рулем превращается в серьезного мужика бывали даже такие случаи что останавливали от гаишника документы распечатку все приготовил открывая окно уже протягивал он такой дружище а сколько денег на игрушки потратил я говорю все в автоматы выиграл он такой да ну нахрен я такой да все счастливого пути я говорю ты что останавливал тут игрушки интересно я говорю ни хрена иди гру работай ну поугарали так согласитесь что игрушки на торпеде КамАЗа правда выглядят захватывающе кстати Лешин иномарку бы пересаживаться не хотел пока КамАЗ его более чем устраивает да он некомфортный да он холодный но я свой аппарат так сказать утеплил полностью разбирал всю обшивку поломанки часто ломаются ломает чинится да он с помощью русского я твою мать кувалду вот а зато он ездит там где иномарки не то чтобы не едут они даже туда в ту сторону смотреть боятся в ту сторону собственно к полуночи мы приехали к складу где машины должны загрузить картоном сколько продлится загрузка непонятно есть только одна четкая цифра это то что в пять часов утра она должна закончиться соответственно сколько времени мы тут проведем пока непонятно может быть полчаса может быть час может быть до не раздражает вот это вот ожидание нет привык уже поначалу доходил нервничал каждых 10 минут бегал когда вы меня запустите когда вы меня загрузите всем мозг выносил то есть не знаю может меня поэтому сейчас на многих заводах и грузят более быстрее чем других потому что меня просто одна моя фамилия уже трясти начинает меня некоторые ждем сидим в машине и тупо ждем это немного выводит из себя чувствую себя в вечерней московской пробке которая никак не заканчивается погрузка идет уже второй час и единственное занятие которым можно сейчас заниматься это спать дальнобойщика постоянно подгоняют если привести груз позже дедлайна будет штраф от транспортной компании поэтому Леша стартует сразу после выгрузки в 4 часа то ли ночи то ли утра собственно вот так вот выглядят 15 тонн картона которые сейчас грузили в Петербурге 3 часа и теперь эта фура с картоном поедет в сторону Саратова поедет в городе мне если честно казалось что Леша примет волевое решение чтобы еще немного выспаться отдохнуть и вдруг потом поехать в сторону Саратова но Но гэдлайны куда жестче, чем желание высыпаться, поэтому он в сторону Москвы уже сейчас. Как в России говорится, чтобы прокормить семью, надо не находиться месяцами дома. Лена вроде бы села за руль раньше Леши, но наставником в работе стал именно сын. Он не только постоянно звонит маме, но и периодически инструктирует ее. Однажды по пути в Самару Лена лопнула переднее к лесу. Она на автомате сделала так, как учил ее старший сын. И я слышу, у меня хлопок, и машину повело. Ладно, не было ни встречи, ничего. Я схватилась за руль, но как бы машину удержала, не опрокинула, ничего. Выхожу из машины, руки дрожат, ноги дрожат, я ничего сказать не могу. В общем, было так страшно. Я детям пишу, я говорю, сын так и так, он, мам, ты сама как? Я говорю, все хорошо. Ну вот, как прошло боевое крещение. Мы с Леной в пути уже пятый час. Вот я вроде бы вообще ничего не делала. Просто сидела рядом с Леной полдня, но все равно жутко устала. Подъезжаем к ночной стоянке. Это особое место для дальнобойщиков. А, если на стоянке много фур, то это однозначно, что здесь хорошо кормят, вкусно кормят, недорого. И после такой кафешки ты не побежишь никуда. Не траванешься. Да, что не траванешься и все будет хорошо. Это какой-то отдельный город, где вместо домов сотни огромных фур. Честно, никогда не замечала эти стоянки за рулем легковушки. Это стоянка в личном топе Лены. Потому что здесь есть массажные кресла. Must have после целого дня в машине. Мне, если честно, интереснее еда. Комплексный обед на стоянке, куда входят и первое, и второе, и душ, и туалет, и баня, даже сауна, стоят 250 рублей. Еда просто домашняя, вкусная. И за 250 рублей, когда целый день ты ехал в дороге, это просто божественно вкусно. Потому что у голодухи все будет очень вкусно. Сегодня Лена здесь единственная дальнобойщица. Да, это все еще необычные обстоятельства на российских дорогах. С одной стороны, жизнь заставляет тех, как-то работать. Женщины начинают воплажать свои мечты. Садиться за рот, так же, как и мужчины. Но я считаю, что женщины вообще-то у нас не дома. И заниматься домашними девайсами. А когда на дороге встречаете женщину? Когда на дороге встречаюсь с женщин-водителем. Ну, знаете, как бы что-то. Какая-то радость. Радость? Да. Все-таки украшиваю себе дорогу. Радость. Украшиваю, да. Ну, и попипикаешь, поприветствуешь. Внимание к Лене реально больше, чем к другим водителям. Не устаете от этого внимания? Честно сказать, устаю. Да, настолько его много. Его очень много. Не устаешь. А какая-то камера выражается. Внимание? Да. Ну, кто-то на чай приглашает, кто-то конфеты приносит, покупает там, допустим. Кто-то фрукты тащит. Кто-то просто вот давайте поболтаем или давайте познакомимся. Можно ли мне ваш номер телефона? Такой бывает. Удивительно, как Елена умудряется сохранить женственность, легкость и позитив, управляя вот такой абсолютно нежной, здоровой машиной. То есть у Лены всегда свежий маникюр, свежий педикюр. Всегда есть духи в машине, шампунь для волос, лак для волос, сменная одежда. Мне в городе иногда лень падла умыть голову. А тут человек в дороге поддерживает прекрасный внешний вид и абсолютно идеальную гигиену при любых обстоятельствах. Это реально очень круто. А если бы она что-то делала не так, ей бы, брат, знаешь, как напихали бы полные это. Поняла. И сказали бы пару ласковых. А раз ей ничего-ничего никто не говорил, значит, она делала все как положено. При этом, когда мужчины-водители услышали, что Лена на механике, выразили почтение. Я же вырос, что трассу дадаю минимум в орден ленинг. У вас есть орден ленинг? У меня нет, но я постараюсь. Трассив тяжелый. Как умеет каждый зарабатывать. Но она же не вышла на трассу зарабатывать, торговаться, а пошла работать. Раньше проституток, которые стоят на трассе, называли плечевыми. Они как бы сидели плечом к плечу к водителю. Вместе с ними ездили по стране, стирали вещи, еду, например, готовили. Сейчас, как таковых, плечевых нет. Но формат секс-услуг на трассе до сих пор существует. Знаете, где девушки рекламируют свои услуги? Правда, очень находчиво. Предлагают свои услуги по-кратски. А что они говорят? Предлагают отдохнуть, естественно. Всем понятно. И что, и пользуются? Конечно. Я своей молодостью тоже пользовался. Вы что думаете, мы по два месяца берем, а потом все эти болезни зарабатываются, это как она? Раскатите через месяц? А жена? В чем тут жена? Это просто работа. Это не любовь, это не какая-нибудь это самое. Это просто нужно для организма. Физиологически? Физиологически. Говорят они, а неловко мне. На камеру заявить про измену жене – это слишком смело. Правда. Не, ну просто тема в целом заприятная. Ну, дальнобойщики так спокойно говорят про проституток. Я бы с пучками стоял на Акаде. Вы бы брали мужчину? Я вам, да, я вам задаю вопрос. Если пучки стояли на Акаде, вы бы брали мужчину? В Казани, кстати, мальчики снимаются. Как нет? Серьезно? Серьезно нет. Вообще никого. Вообще никого. Даже попутчиков не беру. Ну, кого? В 2015 году в России для всех грузовых машин ввели систему Платон. Это система взимания денег за проезд грузовых машин, фур, по федеральным трассам. Все машины выше 12 тонн обязаны оплачивать по этой системе некоторую сумму денег. Но, как это часто бывает, произошел некий конфуз с этим. Платон – это плата за тонну. При этом водители грузовиков и транспортные компании платят как раз-таки деньги не за тонну, а за километры. Да, деньги планировалось брать с тонны, а по факту берут за километр. И, конечно, это до сих пор вызывает много возмущения. При этом любое взимание денег с дальнобойщиков, любое финансовое ужесточение в их сторону сказывается напрямую на нас с вами. Повышаются цены на товар, который они везут. На бананы, трубы, творог, одежду. Да на все. За каждый километр, каждая машина свыше 12 тонн, неважно, сколько она весит, в 2022 году платит 2 рубля 40 копеек. И, конечно, эта система вызывает огромное количество возмущения и негодования у профессионального сообщества. В 2015-м дальнобойщики бастовали, выходили на митинги, представляете? И даже смогли немного повлиять на это нововведение, снизить плату. Тогда хотели назначить 5 рублей за километр. Но отменить систему не удалось. Ну, к нему не привыкли. Просто у нас народ такой. Вроде забастовки, да, но забастовок-то не было так таковых. Все подписывают что-то типа сбора петиции, да, что, допустим, такого-то числа весь дальнобой по всей стране встанет. Встанет просто, там, допустим, на 2 часа перекроет трассу, где ехал, там встанет, чтобы, там, платон этот отменили или, там, сделали дешевле. Когда дата подходит, по факту, что получается. Все начинают, а как, да, мне семью кормить, да, если я сейчас встану, у меня и зарплаты вышлют, или я не заработаю. Ну, и вот, грубо говоря, вот так начинают ныть, ну, и ничто не меняется. То есть, все недовольны, но никто ничто не хочет делать, чтобы поменялось. Вот и пляшем, так сказать, на поводке у государства. По идее, деньги с Платона должны уходить на улучшение дорог. Логика такая. Многотонники убивают асфальт интенсивнее других машин. Поэтому они и платят за пользование федеральными трассами больше легковушек. Ну, то, что они становятся лучше, я лично не заметил. Делают, то есть, некачественно. Вот они сделали полгода, ну, максимум месяцев 10, год, и все. Опять уже появляются ямы, паровалы в дорогах, колейки. И, то есть, им приходится опять делать этот же самый участок. Деньги грибут, ну, немереные. Вот за 10 тысяч, получается, километров пробега, да, то он, получается, 24 тысячи, да, 24-25 тысяч налогов. Вот этими вот, Платоном. Да, это не считая транспортного налога и всех вот этих сдержек. Как только мы проехали Ленинградскую область и въехали в Новгородскую, по обочинам дорог начали появляться предприниматели, которые продают мороженую, чернику, грибы, собственно, какие-то достижения природы. Как будто вся деревня приторговывает на обочине. Вот дедушка около старого Вольцвагена грибы продает. Вот муж, женой поставили зонтик, чтобы солнце не припекало, и продают помидоры, огурцы, картошку прямо со своего огорода. Периодически около них останавливаются легковые машины. Торговля вовсю идет. При этом все местные наотрез отказываются разговаривать на камеру. То ли стесняются, то ли какой-нибудь проверки боятся. Мне отказали в разговоре на камеру раз 20. Беру в руки айфон. А сильно выручают? Конечно, на этом я выручаю. То есть вот летом? А, не только летом? Ну я и зимой торгую. Погаталью, наверное, зимой будет. Давайте... А что ты так спрашиваешь? А? А что ты так спрашиваешь? Интересно. А где же там за 10 тысяч пойдешь или 12 целых лет? Еще на автобус, наверное, ехать с собой, взять и домой, что принесешь? Поняла. Спасибо большое. Там тебе ты не прокормишь. А тебе уже не говоришь. Так интересно, вот я лично привыкла мерить дорогу во времени. Ну то есть мне два часа ехать, мне час ехать. А Леша оценивает дорогу в километрах. Ты у него спрашиваешь, вот там, сколько нам до Рязани осталось? Он говорит, 400 километров. Я говорю, а во времени-то сколько он будет? 400 километров. То есть совершенно другое мироощущение и текучего времени, и текущей жизни. Как бы жизнь идет не в минутах, не в секундах, а буквально в сантиметрах, километрах. Отсюда, наверное, и умение ждать спокойно, не нависиться по мелочам. И как-то вот реально принимать эту жизнь. Вот эти вот все марафоны, типа, выдыхаем, принимаем эту жизнь. Это все херня. Вот дальнобойщики, они реально приняли то, что происходит. Это удивительно. Получается, что для дальнобойщика лучше психолог, а то непосредственно дорога. То есть ты с ней постоянно коммуницируешь. Ты можешь на нее обижаться, это бесполезно. Ты можешь на нее орать, ты можешь с ней постоянно выяснять взаимоотношения. Но единственное адекватное в этом случае решение полностью брать ответственность на себя за все происходящее и отпускать, принимать. Субтитры создавал DimaTorzok